Волня с городом. Радио. Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушек. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Добрый день, уважаемые слушатели. Доброе утро. Климат-контроль. И, конечно же, с нами на связи морской геолог, учёный, пишущий о науке, журналист Константин Рангс. Доброе утро. Здравствуйте, Константин. Доброе утро всем. И, конечно, говорить мы будем об изменениях климата. И сталкиваемся мы с тем, что всё чаще мы наблюдаем последствия таких тяжёлых наводнений. Причём, если когда-то это считалось где-то в далёких от нас местах, то всё ближе и ближе и в Европе. И, собственно, пролившиеся вот «Хлеб небесный» буквально на этой неделе тоже показали о том, что готовы ли мы, готовы ли мы к таким стихийным бедствиям, и насколько это может стать серьёзной проблемой для общества такого рода наводнения. Вот об этом хотели поговорить. Ну, начнём с того, что, конечно, то, что было у нас на минувшей неделе, вот с прошлой передачи, эти дожди, это ни в какое сравнение не идут с теми дождями, которые были над Германией или Бельгией две недели назад, да. И, напомню, например, чудесные были репортажи. Чудесные в том смысле, что очень хорошо вскрыта была ситуация, например, в той же самой Бельгии на Евроньюз, о том, что люди, мало того, что там погибло более 40 человек, очень многие люди сейчас живут просто-напросто в состоянии такого посттравматического шока. Они же потеряли всё, что у них было, всё имущество практически, да. Потом очень важный момент, что непонятно, как сейчас всё восстанавливать. Например, да, дома вроде бы, вода ушла, вот всё вычищают, но выясняется, что одна из основных проблем – это то, что были залиты подвалы, где находились распределительные электрические щиты, ну и другая техника, да. Сейчас это тоже всё нужно приводить в состояние рабочее, а уже начинает маячить впереди перспективы зимы. Вот, к этому моменту нужно всё восстановить. Так что, собственно говоря, вот эта вот, как говорится, водичка, вот эти дожди – это вещь очень серьёзная. И когда показывают, какие вот возникли пруды, в общем-то, от вполне такого, ну, летнего дождя, в Саласпилсе, в Огре, ну, в восточной части Риги, да, то уже сразу возникает вопрос о том, что, а если бы такое произошло, как, например, в той же самой Бельгии или Германии? Что бы тогда было? Потому что, ну, это действительно очень серьёзные вопросы, об этом нужно говорить. К тому же, ведь не обязательно подвал зальётся. Дело всё в том, что наши крыши не вполне приспособлены для того, чтобы переживать вот такие мощные ливни с сильным ветром. Одни крыши могут легко сорвать. Ну, простите, это, собственно говоря, деревянная крыша, покрытая шифером или железом. Она, что называется, восходящим потоком воздуха при сильном порыве ветра, просто поднимается и улетает. Другие крыши у нас плоские, наподобие ванны такие, да, таких полным-полно. С бортиками ещё, да? С бортиками и по краям, чтобы ещё так вот, когда идёт дождь, она могла устояться. Ну, да, вот, когда идёт сильный дождь, тогда вода просто размеров вот этих вот стоковых отверстий просто не хватает. А я хочу напомнить, что литр воды – это один килограмм, а один кубометр воды – это однотонна. А если вот мы возьмём, например, один миллиметр воды на поверхности в один квадратный метр, то это будет вот этот литр. Когда вот говорят, выпало 10 миллиметров осадков, это значит, выпало 10 литров. Это очень серьёзные объёмы. И поэтому нужно понимать, что когда выпал миллиметр, вот этот, это уже объём. То есть увеличивается давление. Давление на поверхность крыши. И, ладно, крыша можете выдержать, да, вот. Но если крыша прохудилась, то вода найдёт дорогу. И начнётся просто-напросто потоп. Был свидетелем. Как говорится, над собой капало. У неё были такие случаи. Поэтому это вещи, о которой нужно думать. И если обычный дождь крыши выдерживает, то вот такой вот ливень крыши просто-напросто могут не выдержать. Что нужно делать в этой ситуации? Ну, в принципе, кто должен заниматься этим? Это дело самоуправлений, государственных служб? Ну, по идее, это дело, как бы, теоретически, это дело собственников дома. Вот если у нас же всё как бы приватизировано. Ну, понятно, если дом принадлежит самоуправлению, то это дело самоуправления. Но таких домов-то не так, чтобы много. А вот если дом принадлежит собственникам, то эти собственники должны задуматься о том, что в каком состоянии наша крыша. Но беда-то ведь вся в том, что зачастую с этими собственниками вот какая проблема с этими домами. Эти дома пяти-девятиэтажки, в первую очередь. Эти дома, в которых живут не самые богатые жители нашей страны. Не самые богатые. Сплошь и рядом приходится слышать и в передачах, и в личных разговорах, что вот в нашем доме чуть ли не половина пенсионеров, или там треть пенсионеров, далеко не все своевременно платят. У вот этого хозяйства, да, желтоващества, не хватает денег. Вот. А тут трубы прогнили, там ещё что-то случилось. Знаете, по принципу Дришкиного кафтана. И, конечно, есть здания новые, есть здания, которые, как говорится, так совпало, что они находятся очень удачно, там поселилось много обеспеченных людей, они платят деньги по, соответственно, так скажем, счетам, всё оплачивают, и тогда действительно можно рассчитывать, что там будет принято решение, например, проинспектировать крышу, и её, как говорится, надлежащим образом обработать. Соответственно, с подвалами, чтобы не возникло при первом же дожде каких-то протечек внутрь. Это всё можно сделать и для специалиста, и господи. А вот, но сразу всё упирается в деньги и в людей, которые эти деньги могут, что называется, принести. Но ведь это как раз-таки и, мне кажется, происходит всё больше и больше расслоения, потому что обеспеченные-то люди как раз живут в зданиях, которые, ну, более-менее соответствуют каким-то стандартам и требованиям, а люди с меньшими доходами вынуждены населиться в старых, уже обветшавших, давно не знавших ремонт о зданиях, которые всё требуют и больших вложений требуют. А здесь получается какая-то такая вот, ну, ситуация, когда, если мы говорим о малоимущих, пенсионерах, там, и так далее, социально вот каких-то уязвимых группах, вот они оказываются в худшей ситуации. Разумеется. И вот тут очень важный момент, что, вот, например, это не означает, что ситуация безвыходная. Иногда вообще, надо сказать, ситуация, когда начинаешь на неё смотреть, проблемы и решения, они выглядят сначала совершенно разведёнными. Ну, например, какая может быть связь между изменением климата, например, и строительством лифтов для пятиэтажных зданий. Ну, казалось бы, никакой. Но вот смотрите, какая любопытная вещь. На этой неделе пришло сообщение из Эстонии. Районный совет Мустамя, это такой большой район, выступил с консолидированной идеей о том, что нам нужно в наших районах, а это такие спальные районы, вот как нас, Иманта, Пуртия, да, Ласнамя, это вот, их ещё называют Таллиннские горы. Так вот, они выступили с идеей о том, что давайте к пятиэтажкам будем пристраивать лифты. Ну, казалось бы, да, вот. Значит, идея очень, как оказалось, совершенно разумная, мало того, она просчитанная. Эстонцы обратились к известной финской компании «Коны», известнейшая лифтовая компания, которая посчитали и получилось, что, в принципе, к пятиэтажке, к обыкновенной пятиэтажке, можно пристроить такую металлическую конструкцию, она будет обшита, скорее всего, стеклянными панелями из специального стекла, по которой будет двигаться лифт. Эта конструкция не будет висеть на здании, не нужно его весь всё выламывать, так скажем, и всё, менять. Нет, выход будет вот на этих промежуточных площадках. Казалось, да, цена вопроса, 50 тысяч евро для подъезда. Казалось бы, много, но дело всё в том, что есть европейские деньги, как минимум половина, и, значит, уже тогда этот отлив 25 тысяч стоит, но всё равно вроде бы деньги, да, тут нужно посчитать. Для пятиэтажного дома, да, но не так много. Да, но тут сразу возникает такая вещь. Дело всё в том, что такой дом, он не только поможет жить людям пожилым, которым тяжело спускаться вниз, да, они просто сидят, как пленники своих пятых, четвёртых этажей, и даже с третьего этажа не очень-то спустимся. Это означает, что, да, и, кстати, возьмём мамы с детьми, которым тоже не очень-то легко с колясками и с младенцами таскаться вверх-вниз по лестнице. Что говорят эстонцы? Эстонцы говорят, что такая перестройка сделает такие дома привлекательными и выгодными в том числе и для, не только для пожилых, но и для более молодых людей. А, следовательно, эти дома будут, эти, как скажем, кооперативы будут более экономически успешными, поскольку там будет больше жить работающих людей. Тоже, как говорится, сторона. Есть ещё один важный момент. Здание всё равно нужно реконструировать. Но отсутствие лифта, это вот опять мы возвращаемся к тому, что реконструировать здание неудобное, это выброшенные деньги. И не нужно забывать, что все строительные работы уже с этой осени, цемент и прочие материалы будут облагаться углеродной пошлиной. Поэтому получается, что построить вот такую стеклянно-металлическую конструкцию лифт, это в долговременной перспективе будет экономичным вариантом, нежели устраивать какие-то другие переработки и уж не дай бог расселять этих людей в новые здания. Эти здания при ремонте ещё простоят очень долго. Кстати, надо отметить, что вот эти лифтовые конструкции при необходимости их можно разобрать и поставить в другом месте. это не из кирпича башни. То есть, мне нравится в этом деле, это всё ещё обсчитывается, но у них сейчас готовы строить пилотный проект делать. Важен, что подход, подход не на 5 лет вперёд, а на 15, 20, 30 лет вперёд. Вот какой важный момент, что в принципе мы должны понимать, что у нас, наша страна, страна пожилых людей, и этих пожилых людей будет становиться всё больше и больше. И раз это будет становиться больше и больше, нам нужно будет учитывать, что именно вот эта категория людей будет платить за свет, за тепло, которое, как вот недавно, на неделе пришло сообщение от Riggle Systems, тепло, значит, этой осенью подорожает. То есть, возникает вопрос, а откуда вообще эти деньги возьмутся, чтобы им, чтобы за это тепло могли заплатить эти самые пенсионеры. То есть, ниоткуда ничего не берётся. Сейчас вот уже, я заметил, кстати, в материалах, пишут о том, что Riggle Systems рекомендует обращать внимание на температуру в квартире, потому что каждый лишний градус тепла — это увеличение счёта на 5%. Как человек, уже, что называется, вступивший в возраст официально пожилой, да, старше 60 лет, я могу сказать, что чем старше люди, тем они сильнее мёрзнут. И вообще-то, по идее, им нужно, чтобы в квартире было теплее. Комфортная, да, какая-то температура. Да, более высокая комфортная температура. Значит, другой вариант — это нужно дома утеплять, утеплять как только можно, да, изыскивать самые разные способы. Прежде всего, чердаки, подвалы и, прошу прощения, лоджии. Меня просто поражает новость, когда говорят об экологии, о том, что мы должны идти зелёным путём, да, и при этом, типа того, что снимем остекление с лоджии. Я не знаю, что там думали, может быть, имели в виду, что давайте-ка мы уберём, потому что многие остекления сделаны абы как, да, и они представляют опасность, например, в случае сильного ветра. Но тогда должна быть, может быть, государственная или, по крайней мере, городская муниципальная программа замена таких остеклений на остекления, на остекления, так скажем, унифицированные, надёжные, потому что лоджия – это очень большая экономия тепла в доме. Остекление лоджий. Фактически это создание то, что раньше в народе во всех северных странах и от Латвии до куда хотите, по всему северному поясу, это то, что называли сени, промежуточное помещение, которое очень здорово способствует повышению температуры внутри самого дома. Поэтому, в принципе, опять же, можно говорить, что если вы смотрите на остекление лоджии как на экологический проект, вот он вам, экологический проект, тогда и у Европы надо деньги просить на это, которое, кстати, и предлагает, причём не копейки, там речь о миллиардах идёт, даже для Латвии. То есть, вот давайте застеклим наши лоджии, создадим дома более тёплые, и тогда действительно потребуется меньше отопления, чтобы создать внутри хорошую здоровую температуру. Иначе же это будет, что там, ходить в фуфайках и спать в одежде. Ну вот нам пока пишут, вопрос касался, почему распределительные щиты находятся всегда в подвале здания, и даже в Германии, кто сертифицирует таких проектировщиков, ну если это создаёт угрозу при затоплении подвала, при наводнении, что вызовет такие проблемы. Я думаю, что просто напросто, как мы уже говорили, раньше не было таких дождей, не было такой опасности, считалось, ну что, всё, дождь идёт, течёт в ливневую канализацию, причём здесь наш подвал, он сухой и красивый. Кто ж мог предположить, что вода будет идти по уровню 2 метра над тротуаром? Тут там автомобили в кучками собираются плавающие, да, так что ничего удивительного, что происходило. Но я хочу сказать, что несомненно, сейчас начнут думать о том, что нужно эти самые распределительные сети, все выводы поднимать как можно выше, из подвала как минимум до уровня второго этажа. Но это уже дело проектировщиков, специалистов, они сейчас над этим думают. Я хотел бы вернуться именно к тому, что вот у нас одна из таких совершенно явных вещей, это то, что мы должны учитывать, что да, подорожание тепла будет и электричество. Помнили, Олег, сколько мы про это говорили? Да, да, да. И сколько было людей, которые говорили, а этого не будет, это не произойдет, то все, пятое-десятое. Да, вот оно приходит, все никуда, от этого не денешься. И точно так же возникнут, будет подорожание бензина, точно так, независимо от того, от цены на нефть на мировом рынке. А с газом возьмите. Газ подорожал потому, что потребовалось его очень много. И вообще можно сказать, что дело-то все в том, что как бы ни расцветала ветроэнергетика или, допустим, солнечная энергетика, все равно нужны будут электростанции, которые смогут в случае, так скажем, ночь безветренная, и они должны будут подключиться и тут же дать необходимое количество электроэнергии. И либо у вас уголь, вы ждете и выбрасываете очень большое количество СО2, и не только СО2, вы выбрасываете копоть, вот, либо вы ждете газ. Поэтому потребность в газе в ближайшие десятилетия никуда не денется. И естественно, что цены на него будут растут. Тут, по идее, нужно строить не один Северный поток, там, один, два, там, нужно еще строить терминалы и для американского газа, и для катарского газа. Вот, то есть, нам нужна энергия. И самое интересное, что нам энергия нужна и зимой, чтобы согреться, и летом, чтобы остывать, чтобы работали наши кондиционеры. А то ведь замечательная есть фотография, когда вроде бы с одной стороны в Европе солнце, жара, а с другой стороны стоят ветряки, потому что ветра нет вообще. Вот, и что теперь делать? Причем, самое интересное, наступает ночь, когда солнечные батареи не работают, естественно, ветра нет. Дышать в кудамах нечем, нужно включить кондиционеры, а кто даст это самое электричество, если от атомных станций, например, в той же Германии отказываетесь, а тепловых станций мощностей уже не хватает. То есть, ситуация не такая однозначная, как иногда она проявляется в разнообразных, так скажем, поверхностных материалах, о том, что вот мы сейчас, смотрите, какая у нас в мире мощность электростанций. Имеется в виду пиковая, максимально возможная мощность, но жизнь, она, к сожалению, далеко не такая, чтобы мы получали то, что нам хочется по максимуму. Спрашивают, слушатели продолжают, говорят о том, что Струя управа заявила, что остекленные ложи не удерживают тепло, вот правда ли это? А, извините меня, сразу возникает вопрос, как вы остеклите лоджию. Если вы поставите лоджию, да, так называемые, может быть, с щелями в одно стекло, да, и она у вас будет просто-напросто вот защищать от дождя, нет, такой вариант тоже есть, да, вот, она будет просто защищать от дождя, то в таком случае, да, такая лоджия, такое остекление не приносит к особому, не приводит к особому эффекту. Тут видите, какой интересный момент, как мерить? Если вы придете с термовизором и будете смотреть вот на такую вот лоджию, то, естественно, вы не увидите особой разницы между окном, температурой на поверхности неостекленной лоджии, то есть открытой и вот такой остекленной, потому что очень легко будет выстраиваться температурный баланс, то есть одинарное стекло, и если там еще щели есть, то это, да, это лоджия, это лоджия рассчитанная именно на то, чтобы не дать дождю залить вашу вот эту самую лоджию. Вот, например, в Финляндии я очень, как говорится, мой друг живет в доме, в котором еще, наверное, 10 лет назад, так скажем, целенаправленно поставили такие лоджии, такие защиты, такие остекления от дождя. Сейчас, правда, они там обсуждают вопрос, что будут остекления менять. Дело все в том, что ведь существуют другие стекла. Можно поставить стеклопакет, там, где вот у нас ниже парапета, поставить утепление, и в таком случае отдача, теплоотдача от такой лоджии уменьшится в окружающую среду. То есть, вопрос заключается в том, как вы эту лоджию остекляете. То есть, ставится задача уменьшения теплоотдачи или доставится задача, например, создания хорошего дизайна, и чтобы на лоджии, как говорится, можно было сидеть, пить кофе даже в дождливую погоду. Но не особо парясь по поводу температуры. То есть, я хочу сказать, что лоджия рознь и остекленение остекленению рознь. Но где вы можете сейчас взять и прочитать, например, общедоступные материалы, исследования, посвященные вариантам остекления и лоджии? Где идет вот такая широкая общественная дискуссия? Я не знаю, может, кто подскажет? Более того, по-моему, проблема-то и в том, что каждый раз, застекляя лоджию, нужно обращаться к архитектору за проектом, и в принципе эти проекты могли бы быть типовыми, то есть, для серийных домов один раз разработаем, чтобы людям не нужно было платить каждый раз большую сумму денег, но это в принципе для кого-то может быть это действительно бизнес, и поэтому это тормозится. В том-то и дело, но, слушайте, давайте определимся, и главное, опять-таки, если мы живем в демократическом государстве и хотим развивать практики демократические, то давайте сделаем так, что будут предложены населению различные варианты, и пусть население, оно там проголосует, произведем какой-то метод прямой демократии, какое-нибудь собственное местное голосование, опрос, что-нибудь еще такое, но нужно же в принципе понять, ведь это же страшно обидно, что если будет что-то начать делаться, а потом выяснится, что это не то, не нужно, и вообще этого не хотят. Вот это же совершенно важный вопрос, и дело-то все в том, что в конечном счете это плохо и для тех, кто не организовал все это дело. Поэтому я думаю, что городские депутаты в любом городе Латвии, особенно связанные со строительством, они как раз могут будировать, инициировать вот этот вопрос о том, что как мы будем совершенствовать наше многоквартирное жилье для того, чтобы, так скажем, сделать его максимально эффективным и в том числе в экологическом плане, экономическом и экологическом плане. Тем более сейчас как бы тема вот эта экологическая идет волной по всей Европе. Самое время об этом говорить, потому что если мы делаем хороший утепленный дом, то, естественно, мы тренетим меньше энергии, меньше сжигаем топлива, и, естественно, меньше выбрасываем углекислого газа в атмосферу. Вот вам и экономика, вот вам и экология. Которая тоже экономика. Говоря про экологию, вот насколько все-таки ливневые колонизации сейчас в Риге готовы к большим потопам? Вот где этот предел их возможностей, что может случиться, если этот предел будет превзойден? Ну, там, где вот мы видим, образуются озера, лужи, это уже не лужи, даже, это временные озера какие-то, горят по их 10 или 12 мест по всему городу, где это уже называется уже регулярно. Вот это первое, о чем можно говорить. Да, в некоторых местах, как бы, теоретически, допустим, если мы предполагаем, что у нас подземный переход ниже уровня грунтовых вод, да, и сухо там только из-за гидроизоляции, то понятное дело, что если туда затечет вода с улицы, то ее можно только откачивать, ну, как из ванны, например, да, вот, но, там, где у нас путепроводы, то они все-таки находятся выше уровня доугавы, вот, и тут уже разникает вопрос, как нам, как говорится, с этим справляться, потому что это ненормально, будет сильнее дожди, ситуация будет только ухудшаться, вот, поэтому, мне кажется, что об этом тоже нужно говорить, пока не поздно. Да, пока не поздно, и я обращаюсь к нашим слушателям, что у нас буквально пару минут осталось программы, 6, 7, 212, 93, 9, 6, 7, 213, 93, 9, мы видим какие-то действительно тревожные сигналы, которые к нам поступают, все время вот говорят, что в Германии и коронавирус, как бы, ну вот, ситуация с коронавирусом затем приходит к нам примерно вот через какое-то время, и такая же ситуация, в принципе, и может быть с природой, то есть, то, что мы сейчас видим. Ну, коронавирус та же природа, я хочу сказать, что вот это вот такое впечатление, что очень многие, в том числе и руководящие работники на разных уровнях, они все ждут, вот все вот это вот коронавирус уйдет, все вернется к нормальной какой-то к старой жизни, ну, нужно исходить из того, что к старой жизни ничего уже не вернется. И с климатом будут изменения, появятся еще новые болезни, новые паразиты придут, которые уже приходят, так к этому нужно просто быть готовым. И вот даже возьмем пример наших северных соседей из Эстонии. но они, что можно спорить на поводу этих там лифтов, пятиэтажек, но главное, что они смотрят вперед на 20-30 лет, а то и на полтинник вперед. Они думают о том, что будет с их стороной вот на этом времени. И поэтому я считаю, что как раз и очень хорошо говорить об этом именно сейчас, что мы, кстати, и делаем. Да, ремонты домов нужно делать по общему типу, дома одинаковые, проблемы тоже, пишут нам слушатели. А еще вот в соответствии с рельефов, какие территории могут быть затоплены в Латвии в сезон ливней? Ну, вы знаете, затопление дома может быть в самом, как говорится, неожиданном месте, особенно если рядом у вас, например, есть большая площадка, которую забетонировали, например, парковка. Вот идет поток воды, вода и течет туда, куда ей проще, куда ее тянет гравитация. И если на пути вот этого потока будет стоять ваш дом, то у вас возникнет затопление подвала, может быть, подмыв, вот, и все что угодно. И не нужно, чтобы рядом не было каких-то больших там гор и прочее. И селевые потоки вам не нужны. Ваш дом будет размывать разрушать вроде бы совершенно, так скажем, на голом месте. То есть, уже сейчас, глядя на то, вот прошли дожди, глядя там, где образуются лужи, где вот, может быть, уже были протечки в подвалы, вот нужно об этом думать сейчас, пока эти еще, как говорится, потопы были небольшие. Но если вот они уже появились, то это очень нехороший сигнал. Это сигнал, что в случае сильного дождя все это будет гораздо худшим варианте. И если сейчас у вас, вот как я видел фотографию из какого-то района, если сейчас у вас вода поднялась и она остановилась в 10 сантиметрах от входа в подъезд, там, где вот видно, что дверь в подвал, да, то выйдет немножко больше дождя, и этот уровень поднимется и вода затечет в ваш подвал. А у вас там может быть что-нибудь хранится ценное, например, да, и в конечном счете вот говорят, что сырые подвалы это место, в котором разводится плесень, комары и прочие неудобства возникают. Я уж не говорю про проблемы, когда действительно происходит размывание. Поэтому сейчас нужно следить уже, вот если есть какое-то подтопление, какие-то непонятные потоки, об этом нужно сейчас говорить. И не стесняться об этом говорить, вот что очень важно. Очень помогают, кстати, сейчас социальные сети, потому что вот был дождь, и люди стали выкладывать в социальных сетях. Они уже обмениваются. Мне кажется, что это очень правильная инициатива, может группы какие-то появятся, потому что об этом надо говорить, начать с одного, не молчать, а говорить о том, что происходит, что мы видим, потому что тогда появляются фотодокументы, видеодокументы, и появляется предметное основание для дискуссии. Константин Рангс и программа Климат-контроль. Спасибо большое. До следующей пятницы. До свидания. До свидания. Радиоболтком.